Повар Путина Евгений Пригожин рассказал о том, сколько он зарабатывает на государстве. Пресс-служба его компании «Конкорд» опубликовала письмо, где Пригожин обращается к Шойгу. Там он говорит о том, что прибыль с госзаказов по обеспечению питания военнослужащих главарь ЧВК «Вагнер» направляет на продвижение интересов России за рубежом. Прибыль, полученная от деятельности этих компаний, идет на финансирование проектов в Африке, Сирии и других арабских странах, где для продвижения интересов Российской Федерации по состоянию на май 2023 года потрачено 147 миллиардов рублей. Заработал он эти деньги на питании для российской армии, причем не самого высокого качества. Например, за 2022 год дочерняя компания Минобороны подала 560 исков на фирмы, связанные с Пригожиным, которые поставляли еду. Здесь можно поздравить всех парней, которые воюют, которые находятся на передовой в госпитале. Количество исков в 2022 году было рекордным за все время. Совокупная сумма ущерба – 107 миллионов рублей. Однако в 2020 году исков хоть и было меньше, но тогда ущерб оценили в 197 миллионов. Фактически, друг Путина, которым сегодня заинтересованы даже больше, чем самим Путиным, годами травил собственных соотечественников, зарабатывая на этом миллиарды рублей. И ничего, деньги не пахнут. По подсчетам The Wall Street Journal, контролируемые Пригожиным компанией, таким образом заработали не меньше 5 миллиардов долларов. По сегодняшнему курсу это около 415 миллиардов рублей. И 147 из них, согласно обращению, главарь преступной ЧВК направил на продвижение интересов России. Что касается подчинения, безусловно, ЧВК Вагнера абсолютно полностью подчиняется интересам Российской Федерации и Верховному главнокомандующему. К сведению, сумма в 147 миллиардов превышает бюджет 57 регионов России. Любая из этих областей могла бы жить целый год без проблем с финансированием. Россия одна из богатейших по природным ресурсам, богатейших по интеллектуальному потенциалу людей. Если посмотришь на экономику, это одна из беднейших экономик. Производительность труда в России в 5 раз меньше, чем в Америке. Деньги, которые государственный бюджет выделяет Пригожину, по мнению ряда организаций, на самом деле выводят из бюджета для финансирования терроризма. Вот, например, что пишет проект «ГУЛАГУ.нет», который уже почти 12 лет борется с коррупцией и пытками в России. Министерством обороны через госконтракты выведено более 147 миллиардов рублей на финансирование диверсионной террористической и военной деятельности террористической организации ЧВК «Вагнер». Этим письмом Пригожин де-факто признал, что является частью вооруженных сил Российской Федерации и действует по приказу Владимира Путина. Так что на самом деле эти деньги идут на преступные схемы. Например, на тайный контроль добычи золота в Судане с последующим его вывозом в Россию с помощью контрабандных схем и механизмом отмывания денег. Возможно, часть этого золота предназначалась Путину как подарок. Вот как выглядит спальня Путина. Все позолоченное. Нам очень понравилось вот это помещение еще. Мы даже не будем рисковать и угадывать, что это. Но там, среди золотых стен, под золотым потолком, можно сесть на золотой стол, на стулье, сделанное как будто из листов цельного золота. Вообще, по такому количеству золота мы точно можем узнать хозяина. Здесь принцип простой. Если предмет интерьера позолочен, он Путину нужен. Золотой туалетный столик с золотым креслом, золотые зеркала, золотые лампы, золотые вазы для фруктов. Обратите внимание, кстати, на герб на салфетках и тарелках. Золотые часы и канделябры. Путин всячески поддерживает диктатуру в Африке. В благодарность за это местные лидеры позволяют разворовывать месторождение Пригожину. Связанные с Пригожиным структуры помогают африканским лидерам, обеспечивая безопасность, поставляя вооружение и оказывая политическое консультирование в обмен на доступ к природным ресурсам и право добычи полезных ископаемых. Американский канал CNN обнародовал целую сеть компаний, которую контролирует Пригожин через свою фирму «Конкорд». Он годами был лоялен Путину. Сколотил на дружбе с диктатором не просто миллиарды, но и целую частную армию. И все это оплачивали обычные россияне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok